Здравствуйте, друзья! У нас сегодня очередное заседание в нашей рубрике «Интервью с блогером». И вот у нас тут сразу не один, а двое. И, ну, давайте представляться, может, с дамы, может быть, начинаем. Представляйтесь. Здравствуйте, меня зовут Наталья. Так. Я живу сейчас в Кливленде. Это вот там, на севере. Это на севере, да. Так, а это что за штат-то будет? Это Кливленд Огайо. Огайо. О, это у вас тут сейчас праймерис будут? Да-да-да-да. Так, хорошо. Кливленд Огайо. Но вы оба там живете, так вы? Да. В одном месте. Хорошо. Наталья и... И меня зовут Александр. Александр. Очень приятно, наконец-то, с вами поговорить вживую. Не в такой одностороннем порядке наблюдать вас на YouTube. Ну, это не так сложно, мы люди доступные. Значит, некоторые думают, вот так они на картинку смотрят, там, на экране думают. Но это все, это уже там, надо два года в очереди стоять. Нет, мы так вполне такие. Я думаю, что практически все блогеры очень доступны. Там у нас, я не знаю таких, у которых там было по 5 миллионов подписчиков. То есть, может, есть где, но как-то они прячутся, что ли, я не знаю. Ну, хорошо. Значит, давайте, может быть, пару слов о вашем жизненном пути. Значит, как вы нашли друг друга, как вы в Америке оказались, давно ли вы тут, чем занимаетесь. Значит, мы познакомились на работе, на самом деле. Мы работали в одной IT-компании в городе Пермь, в России. А вот я заканчивал Мехмат в Перми по специальности системное программирование. Вот. И начинал, кстати, с тестирования. Это что, на Мехмате есть программирование сейчас? Да, это было совсем давно. Вот и какие, если ты смотришь. Да, и в то время уже было. То есть, у нас было несколько групп, и одна из них была посвящена вот именно системным программированию. То есть, самые такие программисты, которые были. Вот начинал я с тестирования, кстати, но, значит, быстро стал программистами. Работал в Перми пару лет. И после этого решил посмотреть, а как же там за бугром. И поступил в магистратуру в США по Computer Science. Так, подождите, а Наталья-то где появилась? Ну, мы познакомились на работе. Я закончила в Перми технический университет кибернетиком. Так. И работала системным, нет, не системным, аналист. Как это? Как это будет по-русски? Ну, аналитиком. Аналитиком. Аналитиком, ага, окей. И в той же компании. Да, в компьютерной компании, в компании, которая производит программное обеспечение в Перми. Но после того, как мы познакомились с Сашей, он переехал сюда учиться. Мы как-то поддерживали отношения и потом поженились, и я тоже здесь оказалась. Благодаря Саше. Так вы уже как давно здесь? То есть я здесь уже 10 лет практически, да, вот скоро будет 10 лет. И Наташа 8. Я приехала, нет, я приехала в 2009, будет 7 лет. 7 лет. 7 лет будет. То есть пока я учился в магистратуре, вот, то есть Наташа была в России, я был здесь, мы общались так удаленно, виделись совсем ничего. То есть на каникулах, по сути, только, да, мы встречались. А она уже знала, что она вас ждет, или она еще была не в курсе? Знала. Да. Я ей сказала, ты жди, там, тебя вызовут. Ну, это как-то со временем получилось так, что да. Хорошо, так подождите, вы приехали учиться, то есть у вас была студенческая виза. Да. Каким образом произошла ваша последующая, как бы, то, что называется, легализация? То есть вы получили где-то рабочую визу, или что произошло, лотерею выиграли? Да, то есть я закончил магистратуру, после этого у меня было несколько предложений, и по работе, вот, я перешел на рабочую визу, начал работать, переехал в город Канзас-Сити, там есть большая корпорация, Сёрнер называется, которая занимается программным обеспечением в медицине. Как вообще там Канзас? Нормальное место? Не отстой какой-нибудь? Не то, что там фермерское какое-нибудь место там, нет? Нет, я бы сказал, что Канзас-Сити, вот, в плане для семейной жизни, он, наверное, идеален. То есть там всего достаточно, но нет такого перебора, как уже в мегаполисе, когда кругом пробки, все дорого, невозможно никуда попасть. То есть там вот как раз вот все вот на уровне, то есть все развлечения, ну, кроме, наверное, океана. Ну, океан и не нужен. А вот, например, купить там домик, там, не знаю, там 4 бедрума, так вот нормальненький, сколько будет стоить? В нормальном месте, да. Ну, там, конечно, будет дешевле, чем на, где-то на побережье. Я думаю, за 400, за 500 можно купить очень хорошо. Ты даже, даже меньше там, наверное, где за 250. За 400-500 тысяч можно купить в очень хорошем районе хороший большой дом, 4 бедрумный. Понял, понял. Хорошо, то есть можно и дешевле. Хорошо. Ладно, значит, так. Тут съезжаются, кстати, многие компании, там, Google Fiber был один из первых городов, где Google Fiber провели гигабитный. Вот так что там IT-индустрия, в общем, такой небольшой хаб внутри страны. Ну, конечно, естественно, это не побережье. Гигабит чувствуется там? Гигабит чувствуется, да, чувствуется. Хорошо. Знаете, как бы, в обычной жизни, если ничего такого не делаешь, то, в принципе, нет. Ну, YouTube работает с любой точкой, на HD мгновенно загружается. Ну, да, да. Ну, для Штатов это, конечно, актуально. В России там, конечно, нет быстрый интернет, а вот в Штатов дорогое нет. Я думаю, что в России, наверное, это актуально, чтобы качать видео там или какие-нибудь кино качать, потому что они громадные гигабайты гонят. Потому что, я не знаю, как-то, может, в Штатах тоже кто-нибудь там этим занимается, но как-то... Отгрузка меня больше всего напрягает. Когда я, допустим, свои видео делаю на канале, то есть отгрузка, если там особенно длинное видео, ну, это реально долго занимает. Вот из-за того, что там 20, если мегабит здесь интернет, или 50 в самом лучшем случае есть, то вниз, да, а вверх он совсем идет 2, в лучшем случае. Нет, ну, у меня вот, например, где-то 20-25 на upload. Нет, на download у меня где-то 75-80. А, ну, это хорошо. Вот, и быстро, очень быстро все проходит. То есть не сравнить с тем, как было там несколько лет назад, когда там было все медленно, было 2 на upload. У вас какой провайдер? У нас... У нас Камкаст. Камкаст? Да, было и ТНТ, это было катастрофой. Вот у нас и ТНТ-U-Verse. Да, вот этот U-Verse, он был такой медленный, что просто... Мы на школу, у нас было 4 аккаунта. 4, то есть на одном аккаунте сидела администрация, там на одном классная комната один, на другом классная комната два, на третьем, значит, там Wi-Fi внутренний. Ну, в общем, это просто было жутко. Ну, хорошо, значит, итак, вы вот пожили в Канзасе, потом вам сделали грин-карту в этой компании, где вы были? Нет, мне как бы предлагали грин-карту, но в тот момент мы уже, в общем, планировали, что, скорее всего, я не останусь столько, сколько там нужно было бы ждать. И поэтому, ну, в принципе, мне можно было бы сделать, поскольку у меня была магистерская степень. Вот, но в компании было такое требование, что там еще уровень определенный нужный. Я вот этот момент недостаточно хорошо сам изучил, то есть если бы я все бы проверил, то есть, в принципе, я мог бы иметь там уже грин-карту на тот момент, но вот я его пропустил, и поэтому не дождался, в общем, там его. То есть я попал в очередь тех, у кого нет магистерской степени, и поэтому как бы там долго процесс затягивался. И что получилось в итоге? Ну, вот я переехала 7 лет назад, и, ну, для того, чтобы как-то тут устроиться, я не могла найти работу со своими мастерскими степенями из России, поэтому мне пришлось пойти здесь учиться еще в аспирантуру. Так. То есть к тому моменту я закончила аспирантуру по специальности статистика. Математическая или какая? Ну, это прикладная, на самом деле, статистика. И нашла работу здесь, в Кливленде. Уже тоже по студенческой визе? То есть я отучилась по студенту. Изначально я приехала по карте воссоединения, как зависимая от него, на рабочую визу. Ну да, но потом пошли на студенческую. Потом пришла на клиническую визе. Визе я была 2 года, отучилась в аспирантуре, вот в этой мастерске получила. И затем нашла работу здесь, в Кливленде. Есть огромная клиника, Кливлен Клиник. Они делают исследования. То есть они не только занимаются больными, но они, в общем, ставят эксперименты над людьми всякие. Я просто пытаюсь линию легализации довести до конца. Значит, выполняя эту работу, вы находились там на optional practical training, наверное, да? Да, или как это было? Да, ну а потом, сейчас я перешла на рабочую визу. И вот сейчас мы в процессе получения грин-карты с моей работы, с помощью моей работы. Подойдите, а Александр тогда что же? То есть я ушел с рабочей визы. Теперь мы поменялись, по сути, ролями. Теперь у Наташи рабочая виза, а у меня зависимая от нее. И когда я был в Канзас-Сити, мы еще начали компанию, с друзьями создали. Поэтому я сейчас не могу работать, находясь на визе H4, но я непосредственно могу работать на свою компанию, если я не получаю от нее зарплату. Ну да, но доход-то есть какой-то в компании? Да. Так что делает компания? Значит, компания называется Minify, и чем мы занимаемся? Мы разрабатываем сайты с заказом еды онлайн для ресторанов. Хорошо. То есть как бы не один сайт, где много ресторанов, а для каждого ресторана свой какой-то портал. Да, то есть мы на самом деле начали… То есть есть большие конкуренты у нас, которые специализируются именно на портале, да, такие там как GrabHub, да, вот такого плана. А мы специализируемся больше на индивидуальных. Ну у нас, конечно, портал тоже есть, у нас все равно сайты шаблонизированы, то есть у нас не занимает большую количество времени, чтобы их создать. Но они очень сильно заточены под индивидуальный брендинг конкретного ресторана. То есть они не то, что там одна страничка абсолютно одинаковая для каждого сайта, как… Ну есть заказчики, короче. Да, да, мы развиваемся, растем очень хорошо. Хорошо. Давайте мы вернемся тогда к вашей блогерской деятельности. Вот эта часть как произошла? Блогерская деятельность. Значит, началось все с того, что, наверное, может быть, не знаю даже как далеко уходить, наверное, 5 лет, 6 лет назад, когда в России были выборы в то время, когда начал Навальный. Я помню эту историю, да. Да, вот. И, наверное, вот с того времени у меня появился интерес к политике и экономике. Вот до этого мне как-то так смотрел, так аналитически на все это дело, и мне казалось, что-то как-то там все с ног на голову никакой последовательности, вот. Что все это болтовня, что одно и то же может быть и правда, и неправда, и как-то мне это как в математику было как-то неинтересно. Вот, а в то время как-то меня это заинтересовало, и я начал этим интересоваться. Как же это они так голоса посчитали? Да, как же они так голоса посчитали, вот, и это в частности. Вот, а я начал изучать, обращать больше внимания на политику, на экономику, что происходит, а в то время я уже был в Штатах, поэтому я в частности смотрел, как это все в Штатах работает. То есть, скажем, на позиции у нас, как правило, указывают на Штат и говорят, смотрите, как там все прозрачно и замечательно, как оказалось, что здесь тоже проблем хватает. Вот, и вот в процессе этого изучения я нашел много-много разных интересных тем, то есть познакомился с политикой, с экономикой, с философией, нашел англоязычные проекты, где очень много знаний подчеркнул. И познакомился с ребятами на англоязычном, кстати, форуме, с русскими, и вот с ними мы задумались создать этот проект, который называется Доброум, который вот воодушевлен одним очень известным англоязычным философским проектом, который называется Freedom in Radio. Вот, и мы решили донести идеи, которые мы почерпнули оттуда до русской аудитории. Ну, естественно, то есть нам нужно их переработать, принести их в русскую действительность, так сказать, применять их в своей жизни. То есть это, в общем, если характеризовать проект, то это у нас такой слоган «Логика личной и политической свободы». То есть это философский образовательный проект, да, но он не такой, что философский, академический, абстрактный, какой-то нудный и скучный, как философию преподают в вузах, да, а это именно практическая философия. То есть что мы можем сделать в нашей жизни, чтобы быть более свободным, чтобы улучшить отношения с близкими людьми и улучшить наше общество в целом. Это большое направление, да. Ну, да. Ну, хорошо. Так, а вот, например, у вас есть, я понимаю, что вы на выборы не ходите, но вот у вас есть какие-то личные привязанности вот в нынешней компании? Вот то, что сейчас происходит. В нынешней компании, ну, если бы, то есть я немножко, может быть, здесь забегу вперед. То есть если бы, то есть я, в принципе, бы не голосовал, поскольку сам институт государства, он нарушает принцип ненападения, так скажем, да. То есть, не знаю, уходить сюда немножко нет, но из тех кандидатов, которые сейчас есть, если бы я был в государственной системе, да, если бы голосовал, то я бы голосовал, наверное, за Трампа. За Дональда Трампа. Окей. Чтобы уж совсем от государства ничего не осталось, так уже, прямо, ех его там. Да, понятно, понятно. Значит, ну, государство это реальность, как бы, и я не думаю, что оно куда-то денется. Больше того, если оно куда-то денется, при всех его минусах, все-таки у нас, как бы, как бы не пострадать большому количеству людей тут. Мы понимаем, что найдется много желающих воспользоваться отсутствием государства. Ну, если мы его возьмем и берем прямо вот сейчас, конечно, да. То есть, государство, по сути, если так посмотреть, является отражением семьи, то есть, то, как люди общаются друг с другом, да. То есть, если что-то нам не нравится, то у людей есть такая тенденция побежать к кому-то, чтобы кто-то сверху главной силой заставил других людей что-то делать, то, чтобы люди хотели. И вот это такая тенденция, которая идет с детства, да, то есть, чем более авторитарно мы воспитываем детей, да, тем больше они, как бы, учатся не вот таким свободно-рызочным отношениям, когда ты вынужден договариваться, когда ты вынужден другим людям пользу приносить, да, а когда надо кто-то, вот пойду к маме свапы, и пусть они там кого-то заставят что-то сделать. То есть, вот такая вот жизненная позиция. Авторитет в законе такой, да. Да. Ну, да, хорошо. Есть известная история, как Бакунин, который был грозой всей Европы, анархист, вообще большой человек, все его боялись, разрушитель, так сказать, государственности, встретился поговорить с Марксом, который был тогда молодой, и там манифест свой написал, ну так, никто его не знал и не боялся еще. И вообще Маркса, по-моему, никто никогда не боялся, но это не важно. Значит, и вот они встретились поговорить. И поговорили. И Бакунин, как человек мудрый, выслушав Маркса, сказал, если когда-нибудь, сказал он, вы придете к власти, то вы непременно придете к принудительному труду. То есть, я просто чему говорю, что государство все-таки это как такой сосуд, что ли. Вот один сосуд, одно наполнение, другой сосуд, другое наполнение. Поэтому совсем никакого сосуда, вроде как, непонятно вообще, чем наполнять, но там сложно. Может и не надо, конечно, но понятно. То есть, у вас вот такие вопросы демократии, там, да, ну хорошо. Я здесь хотел сказать, что как бы без государственного устройства общества, да, то есть, у него, наверное, есть две такие противоположные стороны. То есть, одна это вот анархокоммунизм, да, куда бы Бакунина можно было отнести, да, а другая это анархокапитализм. Да, то есть, это либеритарианство, это классический либерализм, это те идеи, на которых, в общем, Америка была основана. Частная собственность, минимальное вмешательство государства в жизни людей, в экономику, в какие-либо это ни было сферы. То есть, никакой там, естественно, монополии на деньги со стороны государства. Можно, там, выпускать деньги печати, то есть, федеральная резервная система, и все это, естественно, это все отпадает никаких там налогов на инком, да, на доход и все остальное. Ну, все-таки 230, сколько там, 250 лет почти прошло, поэтому меняется, меняется внешний мир. Тогда не было расходов на оборону вот таких, тогда не было таких расходов на социальные программы, не было медикера, знаете, поэтому умер человек и умер, там, кто волнуется. Вот, а сейчас же мы же хотим бесплатных, там, школ, мы хотим бесплатных, я не знаю, там, очень много народу бесплатно лечится, очень много. Это же все дорогое удовольствие, значит, откуда возьмется? Ну, к сожалению, ввиду того, что оно бесплатное, то есть, оно, и поэтому и приходит в упадок, как мы видим, то есть, любую сферу взять, где государство пытается это дело улучшить, ну, либо получается прямо противоположное, да, то есть, боремся с бедностью, получаем еще больше бедных, там, боремся с наркотиками, получаем еще больше наркотиков, да. И это везде, любая проблема, так как, знаете, если там самое страшное для бизнеса, если придут, там, мы чиновники, мы хотим вам помочь, да, самое страшное. Чиновники, безусловно, ничего хорошего такого, эффективно, скажем так, эффективно работать не могут. Но, но, тенденция в обществе такая, что все больше и больше людей, которые хотят entitlements, которые хотят защищенности, и мы это видим в Соединенных Штатах тоже, и, конечно, по сравнению с европейскими странами, и даже с Канадой, вот тут рядышком, конечно, США в более капиталистическом таком формате существует, ментальном, да, поэтому, соответственно, и государство под это подстраивается. Но, в общем-то, мы видим очень-очень мощную тенденцию в этом направлении, вот я тут, когда про выборы, я читал про Сандерса, почему вот у него поддержка такая, говорит, что это неудивительно, что у него большая поддержка, и говорят, что в 2011 году был там, кто-то делал какой-то опрос, и оказалось, что людей до 30 лет, а уже 5 лет-то прошло с тех пор, то есть до 35-ти нынешних, да, значит, среди людей до 30-ти лет на тот момент 49% положительно относились к социализму. Для них, в отличие от старшего поколения, социализм это не синоним коммунизма, убийства, тоталитаризма и так далее. Для них социализм это Канада, Швеция, Великобритания, Франция и так далее. То есть страны, где более-менее человеческая медицина, где люди не, ну, как сказать, защищены на случай потери работы, там, болячек, там, еще чего-то. Ну, то есть, гораздо выше уровень социальной защищенности, им тоже хочется. Тем более, сейчас что происходит? Образование, вот мы здесь 25 лет, каждый год немножечко дорожает образование. Каждый год немножечко дорожает здравоохранение, а то и не очень немножечко, а то и капитально дорожает. И люди говорят, ну как, надо как-то, чтобы прикрыла нас система. Поэтому получается, что я не знаю, где там выход из этого всего. Здесь такой парадокс, извините, перейдем. Нет, просто, когда стоит такой парадокс происходит, да, то есть государство вмешивается, да, это приводит к тому, что растут даже цены, да, падает качество, а потом государство говорит, вот, смотрите, у нас все плохо, надо еще больше вмешиваться. То есть они делают то же самое, это все происходит. Это как в том анекдоте. Оно ломает нам ноги, да, потом дает костыли и говорит, вот, видите, а без нас у вас в костыли бы не было, ходили бы, хромали, да. Тут есть, ну, как сказать, не все так просто, в принципе, да, потому что происходит некоторый элемент манипуляции общественным сознанием. Кроме того, другая проблема, что как бы нормальных политиков-то не осталось. Вот какие-то все политиканы, понимаете, если бы был политик, мне, наверное, без разницы, или он там либерал, или он там республиканец какой-то, мне без разницы, консервативный был, ну, просто чтобы приличный человек был. И все. Вот, допустим, либеральная Калифорния, там, два срока избирала Рейгана, республиканца Рейгана губернатором штата Калифорнии. Ну, и чего? Это же не важно было, что он республиканец. Важно было, что, как бы, там, симпатичный мужик, всем нравился. То же самое Шварцель-Ягер, например. Вот он шел от республиканцев, но он избирался. Поэтому у нас не проблема, там, ценностей либеральных или ценностей консервативных. У нас проблема в том, что политическая система находится в кризисе. И вот в этом смысле что-то должно подправиться. Может быть, нужна третья партия. Я не знаю, если будет третья такая же дурная, как эти две, может быть, тоже ничего не изменится. Но вот что-то такое должно произойти. Но, в принципе, есть положительные сдвиги в том, что интернет и технологии информационные дают людям больше контроля над тем, что делают политики. Контроля стало гораздо больше. Раз, и контроль стал мгновенным. Два. Вот сегодня политик что-то сказал, да, и завтра, там, скажем, пять миллионов человек могут выйти на демонстрацию. Или вот, допустим, вы, там, Трамп... Я не знаю, вы знаете эту историю, как он, там, значит, это поддразнил инвалида-журналиста, да, нет? Угу. Вот, и вот он его, значит, вот это вот... И люди смотрят, говорят, быдло. Откровенное, торжествующее, выпиющее быдло. Человек, который вот над инвалидом издевается публично в эфире перед камерой. И все. И ты вот, вот ты раз, и дальше вся страна в течение, там, не за час уже все знают. Кстати, по поводу той истории, мне кажется, знаете, тут средства массовой информации, особенно левосторонние, они его, то есть, настолько перевирают, это просто даже противно слушать, когда смотришь новостных. Ну, то есть, ладно, левосторонние, в общем, консервативно настроены точно так же, даже эти же Fox News, да, то есть, допустим, история с тем же инвалидом, если посмотреть, что произошло, ну, по крайней мере, вот я сравнивал, да, что, допустим, средства массовой информации говорят с тем, что, как бы, в источнике, да, что он говорит, что он не знал конкретно, то есть, он встречался, может быть, с ним когда-то давно, то есть, он не знал, что он реально инвалид, то есть, он знал, что есть такая информация, то есть, он там спородил, что вот там такой, да, какой-то журналист что-то высказывает. Я видел это в записи, этот сюжет, значит, они встречались раньше, журналист-инвалид его интервьюировал, они были хорошо знакомы, и он, может быть, по фамилии его там не очень помнил, там что-то такое произошло, и он говорит, ну, да, и там его, как бы, поймали на том, что вот он ему говорил одно, а сейчас говорит другое, вот, и когда надо было как-то, значит, сделать реферал вот к этому человеку, он его не назвал по фамилии, а он сказал, а, этот, вот, вот так он сделал. Поэтому, еще так, с выражением лица, соответствующим вот этими всеми гримасами, то есть, он, поэтому, так, неуважительно очень, и так далее, то есть, это было очень, очень несимпатично было, ну, не суть, да, ладно, мы посмотрим, что там дальше будет, это, я думаю, впервые в стране такая компания занятная, мне это напоминает, знаете, что, в свое время были такие события, переворачивающие, переворачивающие ментально весь мир, вот, например, матч шахматный, там, допустим, между Фишером и, кто там тогда был, Спасским, да, вот, значит, тоже все, все, все привнули к телевизору, потому что это было так необычно, но, еще интереснее, шахматы, вот, они уже на уровень бокса поднялись, это когда Корчной играл с Карповым, то есть, уже, там, человек без родины Корчной играл, значит, с советским человеком Карповым, это вообще все, все следили, уже шахматы не важны были совершенно, уже, там, чья возьмет, там, в политической борьбе, так, что, вот, вот, мне это чем-то напоминает, то есть, такой интерес к выборам, который необычен для выборов, это уже что-то такое стало совсем, но, это, я думаю, это одно из тех, вот, проявлений кризиса, доверия к политикам, к эстеблишменту и так далее, они, я не знаю, у них, наверное, есть какие-то принципы, но, это же не повод, понимаете, там, не обмануть, это не повод не украсть. Конечно, да, то есть, они несут ответственность правильно за свои решения, особенно материальную, то есть, в принципе, сами институт государства на этом построен, мы не можем политиков обязать контрактам каким-то, да, то есть, скажем, вы обещаете такие-то вещи, подпишите, что вы, скажем, их выполните, то есть, такого никогда не будет. Меняется, ситуация меняется, тут меняется, там, меняется, они должны реагировать, то есть, фактически, они в избирательной кампании говорят о своих намерениях. Ну, дальше обстоятельства, вот тот же Трамп, например, он может сказать все, что угодно, он может сказать, вот, мы построим забор вдоль мексиканской границы, но дальше ему нужны, он, конечно, может за свой счет построить, но дальше ему нужны ассигнования из бюджета. Но он решил Мексика построить, и он, в принципе, перечисляет вещи... Мексика не будет строить, Мексика не будет строить забор, Мексике выгодно, чтобы его не было. Зачем же Мексика будет строить забор, это абсолютно ерунда. Ты не можешь заставить другое государство из их бюджета чего-то строить, если тебе оно нужно. Если бы Мексика хотела построить забор, она бы давно его построила. Нет, то есть, им, естественно, это не выгодно, они, естественно, это не хотят, но это часть переговоров, да, то есть, если он, то есть, Мексика зарабатывает же огромное количество денег на том, что США есть рядом, то, что люди, которые работают, допустим, сша перечисляю деньги в мексику большое количество торговых соглашений то есть в принципе то есть он перечисляет целый список дает то есть каким способом мы сможем надавить на мексику это что значит что это значит что мы как государство потеряем хорошие отношения со всем миром потому что глядя на то как мы обращаемся с мексикой все остальные скажут ё-моё вот оказывается с кем мы дел это имеем а мы-то думали я вам скажу больше в тот момент когда скажем стак маркет wall street когда они поверят что трамп реально станет президентом в этот момент вы увидите как страна скатится в рецессию за пару недель как помрет экономика наполовину как только они поверят что этот вот реально может стать президентом в это сразу увидите на собственном кармане на количество безработных на прекращение финансирования и так далее почему вы так думаете а потому что люди деньги не кладут такое место где непонятно чем кончится потому что если мы начнем выкручивать руки нашим соседям то мы принципиальном плане ничем не будем отличаться от господина путина вот когда разве это выкручивание ну конечно вы начинаете спекулировать вы где мы прекратим с вами торговые отношения если вы не потратите там допустим 20 миллиардов долларов на строительство забора мы их налогом должны это вы говорите что они же имеются нас что-то либо они должны построить забор либо мы не дадим возможностям иметь нас что-то мы сейчас им тут закроем там перед и перегнем вот то что вы сказали мексика не будет строить забор ни одно государство в мире не станет строить забор для соседа которому нужен забор вот я живу вот у меня забор вот у меня сосед я не могу сказать соседу если ты не построишь забор я буду тебе вот из туалета вынимать и бросать те на территорию когда тебя нету не смотря какие у вас правильно взаимоотношения с человеком да то есть здесь же не такие простые то есть огромное количество контракта есть как смысл ведь стены в чем я конечно стену не поддерживают трамповскую но я как бы выступая на его стороне как бы я допустим до защитила то то есть он говорит проблем это в чем не то чтобы нам нужна стена нам нужно прекратить поток приток нелегальных иммигрантов которых там рано это же но это же это же сети это же дешевая спекуляция рассчитанная на людей которые вообще не в курсе ничего он же не идет он он мы клоун но он не идет значит он знает что 40 процентов нелегальных иммигрантов стране не переходили границу нелегально они въехали в страну легально и не уехали никуда поэтому из тех 11 миллионов которые у нас есть значит там почти пять въехали абсолютно легально строительство стены может помочь решить материальные проблемы тех кто строит стену например или тех кто распределяет подряды на строительство стены там на откатах например закрыть закрыть решить вопрос с тем что у нас больше нет потока людей вот этого вот он она не решит значит если сейчас это 40 процентов которые вот так идут значит они это вырастет там будет в полтора раза больше и все то есть они будут больше пытаться получить какую-нибудь визу там гостевую там еще какую-то вместо того чтобы там переходить рио-гранде там со шмотками поднятыми там над головой вот и поэтому это не решит ничего первое но не отчастности поэтому стену не поддерживал потому что там конечно творится я думаю вы видели да то есть там 80 процентов женщин которые пересекают границу до нелегально подвергаются изнасилованию всеми бандами которые действуют на границе чиновниками в частности которые люди которые отвечают за вот этот весь трафик я не в курсе но но поймете нам не забор нужен у нас есть все законы которые нужны чтобы этого не было не все есть они давно принято они не исполняются нужно значит проверять людей которые принимают на работу на то что них есть правом разрешение на работу тех которые берут людей без разрешения на работу без предприниматель ряда значит нужно штрафовать так чтобы мне хотелось больше этого делать и тогда все законы на месте но дело не в этом дело в том что он в одиночку все равно ничего не может то есть даже если он захочет построить забор и он даже там я не знаю даже если бы он свои деньги потратил то все равно нужно решение там конгресса но если ему нужны деньги из конгресса вряд ли он на свои захочет строить он туда станет резко объединяет вот то две палаты должны проголосовать за деньги на забор абсолютно ерунда поэтому он не говорит что он будет до использовать государственные деньги то есть если бы мы жили в свободном обществе да то есть где не было бы социального обеспечения не было бы вилфера да то есть когда америка тоже строилась если мы доглянем назад то есть тогда не было вилфера да он не существовал то есть проблемы нет то есть мы можем иметь открытой границы приезжайте кто хоть вы можете найти работу и купить жилье то милости просим это уже очень давно не так значит людей стали пропускать фильтровать кого пропускать кого не пропускать очень давно еще в конце девятнадцатого века отсеивали людей которые больные там отсеивали людей которых нету достаточно денег чтобы выехать страну и так далее поэтому наверно сухопутную границу так не держали как конечно это морскую больше но в элфер появился относительно недавно нелегалом в элфер все равно не положен они конечно могут лечиться они могут рожать бесплатно вот и даже голосовать могут некоторых штатах нелегалы ну на каких выборах они могут голосовать они могут голосовать они могут это невозможно там есть ряд штатов которых вот из-за вот дыры в законодательстве они могут я вот сейчас точно не скажу на я помню точно что в этом читал можно посмотреть это если они нелегально это сделают но это другой вопрос но как бы по закону если ты не житель не резидент и так далее ты не нужно голосовать но дело не в этом это проблема которую трамп не решит и я не знаю кто решится но но это решаемо но это должны быть усилия с двух сторон республиканцев демократов они даже как-то договориться с мексику мексику подключить к этому решению чтобы с одной стороны отношения хорошие чтобы всем было выгодно чтобы ну вот как бы разрешить ту проблему которая реально существует но строительство забора ничего не даст а слова о том что забор построит мексика это говорит о том что человек просто абсолютно никак в эту должность не подходит и просто дурачит людей ну просто это просто издевательство это ну вот сказать чеку которую ты элементарно уважаешь он не полный кретин ты ему этого не можешь сказать это можно только кретину сказать ты кретин да и сюда почастие такое скажем я так думаю я так думаю республиканцы демократы конечно же не решат то есть у них было множество большое количество времени для решения этой проблемы то есть проблема становится только хуже то есть ожидать что вдруг что-то поменяется и они же начнут решать эту проблему естественно мы ожидать не будем да то есть те же республиканцы они поддерживают в общем и члены и визы в частности на которых мы здесь вот хотя республиканцы в принципе как избиратели то есть они хотели бы я думаю чтобы все поддерживаются и члены все поддерживают вопрос вопрос не в том что скажем демократы не поддерживают и члены и например когда это когда клинтон был президентом вот в конце 90-х они увеличили квоту и члены с шестидесяти пяти тысяч до двухсот это был демократический президент проблем и не цвей члены проблема в том что демократы как бы концептуально говорят что иммиграция должна быть преимущественно семейный а республиканцы говорят иммиграция быть преимущественно профессионально то есть должны выйти компоненты разные но какой компонент должен иметь большую долю поэтому это просто вопрос процентовки ну это как бы сама партия то есть я думаю обычные люди республиканцы избиратели да то есть они бы предпочли чтобы было меньше рабочих которые въезжают в страну которые в принципе понижают уровень зарплат это нелегалы рабочих по рабочим визам не везут везут только инженеров специалистов ученых которых стране реально нет и это очень важно иметь возможность их привести чтобы сохранять лидерство мировое рабочих никто не ввозит по рабочим визам они нелегально приходят но сейчас люди сейчас люди вот последний опрос который я читал показал что 61 процент американцев вдруг вот значит негативно стал относиться к иммиграции причем не к нелегальные как раньше было то есть нелегальную раньше не принимали очень очень сильно а легально очень поддерживаю так вот сейчас вообще иммиграцию 61 процент считает что надо как-то попридержать что-то не то происходит с иммиграцией может быть это происходит из-за того что они вот эта политическая шумиха и вот там обсуждением и ничего не делаем там и так далее они просто возбудили интерес к этой области вот но во всяком случае мы видим что сейчас как бы анти иммиграционное настроение они в общем-то нарастают нет ни на уровне того что там они не любят этих людей или они там сейчас побьют кого-то нет конечно но считают что политически вот этот вопрос как-то отрегулировать это в общем не кажется ожидаемо потому что а иммиграция и время сменилась с европейских стран а страны третьего мира то есть если раньше мы возили ну америка мы до возила людей из близкой культуры да вот которые у которых средний выше уровень интеллекта которые работают и сейчас возится в большом количестве людей из стран третьего мира людей с более низкими а кью которые прошли через куда более жестокое детство которые просто психически травмированы а вот то есть они всю эту культуру агрессивную в частности привозят штаты при том же они подавляющем числе бы голосуют за демократов то есть когда демократы хотят возить их демократы переключили а вот этот миграционный поток с европы на стран третий мировой прошло 50 лет прошло с момента переключения прошло 50 лет за это время америка очень сильно изменилось за это время 100 миллионов человек приехали в основном и стран третьего мира значит и как бы страна сказала и это хорошо сказала белая америка мы стали более терпимыми мы стали более диверсифицированными в конце концов у нас есть потребность в людях которые делают строительные работы которые делают там gardening там траки водят и так далее поэтому она как бы и неплохо то есть не то чтобы это кого-то сильно напрягало больше того например люди которые из китая приезжают у них средний уровень доходов выше чем у белого населения соединенных штатов но тем не менее они стран третьего мира и вот какая у них там культура древняя вот и они кстати очень хорошо адаптируются и так далее я не я не вижу сейчас такого что как сказать агрессивные какие-то культуры сожрали американскую плавильный котел работает и другое дело что конечно когда в одном месте создаются такие гетто с доминирующим каким-то таким населением ну скажем у нас есть места где там люди приехавшие из латинской америки это пока никогда в жизни не могут выучить английский потому что просто нет необходимости есть такие места но и это тоже вроде как не очень проблема там кого-то сильно вот я думаю это больше экономическое экономического свойства в частности вот то что государственные программы платят чудовищные миллиарды за и обучение детей нелегалов в школах за лечение их в медицинских учреждениях и так далее и вот этот их дешевый рабочий труд типа дешевый он оказывается безумно дорогим и люди просто уезжают из этих мест остальные потому что нет невозможно же становится невозможно это ложится все эти социальные программы ложатся на вокальные вот эти комьюнити и они должны все это оплачивать а деньги собирают в карман кто-то другой да причем они потребляют если посмотреть статистику намного больше то есть мигранты употребляют а скажем того же вилфера до социального обеспечения больше чем коренные жители они легальные мигранты там еще больше любят то есть там это если там посмотреть на ту же европу то есть как вы говорите да плоти плавильный котел сша то есть этот замечательный феномен который здесь происходил он работает когда у нас приток идет небольшой когда люди успевают ассимилироваться да тоже скажем тоже наблюдаем европе когда там тоже германия принимает там миллион практически беженцев да и сами сирии из других стран ближнего востока то там происходит естественно ужас то есть эти все закрытые зоны ислама кстати говоря по поводу сша здесь тоже в последнее время не так все хорошо то есть последние исследования показывают что если я не ошибаюсь сколько недавно я постил на нашем проекте 51 процент мусульман в сша предпочитали бы жить по законам шариата а не по законам сша ну то есть вы знаете да это и обезглавливание это забивание женщин камнями все таки ну предпочитать они могут ну что теперь предпочитать и 25 процентов поддерживают использование насилия против граждан сша за оскорбление ислама значит еще раз время идет у них появляются дети у детей появляются внуки и значит у нас нет большой исламской миграции у нас такого нет у нас есть она очень маленькой в ручеек крохотный если мы посмотрим на тех кто как бы последователи ислама в сша в основном это люди которые здесь родились выросли в основном завра американцев как-то у них есть такая мулька что вот ислам это из иск исконно африканская вот христианство это от белого человека это зло и вот у нас на этой почве там пару миллионов мусульман среди афроамериканцев вот поэтому они они безобидны в целом кроме сан-бернардино да сан-бернардино это не афроамериканец это пакистанец про ислам имеет ну есть люди с нездоровой психикой там и так далее есть есть разные вот как в москве там женщина ходила с отрезанной головой пришла в метро подито больной на голову человек это же не то что допустим чистый ислам это вы можете из этого конечно сделать вывод что они все такие или что это типично для них но это но нет никто с отрезанными головами просто так не ходит но мы не из этого делаем и вот мы смотрим нас уже самую статистику да то есть если половины всех мусульман сша да предпочитали бы жить вот под тем законом то как бы это многим говорит и 25 процентов готовы использовать реально они поддерживают использование насилия то есть вы представляете и людей нормально пускают в страну скажем жена до того же вот это муж и жена которых заранее расстреляли людей она когда въезжала в сша она указала несуществующий адрес то есть фбр говорит что они просто не имеют никакой возможности проверить людей которые въезжают на причастность к терроризм когда будет когда будет большая проблема на этой почве когда общество дозреет до того чтобы выделять на это больше денег там и так далее так далее начало она изменится что можно сказать это это было и это есть и это будет но у нас нет такой проблемы что скажем 20 процентов населения или даже пять это последователи ислама из которых половина хочет жить по законам шариата у нас такой проблемы нет у нас в таких маленьких порциях это существует что у нас есть другие сумасшедшие тоже среди белых среди христиан я помню случаи когда вот в клинтоновские времена когда вот правые такие они убивали врачей убивали в россии которые делают аборты у нас таких сколько хочешь я думаю что у нас вот этих сумасшедших гораздо больше чем вот там тех которые на исламской почве и тех которые на исламской почве легче контролировать потому что там ну и в конце концов есть там мечети значит есть какой-то контроль там и так далее там где что там и как идет вот эти вот которые в оригоне сумасшедшие захватили с оружием захватили федеральную собственность и там один погиб в итоге и уже так пытались как-то вот поэтому у нас вот этот был было уже проблемой вот 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 внутренний внешний да вот они там до приехали учились там на пилотов пошли угнали 24 самолета что-то такое натворили ну один раз они это сделали дальше как-то страна изменилась в этом смысле и оказывается есть такая угроза планета становится меньше этим и раньше что у них бы и шансов не было в жизни попасть в сша а сейчас пожалуй сел на самолетом 12 часов 15 часов ты здесь поэтому и это же трамп не будем мусульман пускать в страну тоже не ответ тоже не ответ это вот или ты тогда перессоришься с теми мусульманами с которыми можно и нужно иметь дело и ты при при этом дает гораздо больше радикализации тех и тех мусульман которые сейчас живут в стране а зачем разве это решает что-то ну ну не пустишь ты новых ну хорошо мне кажется в принципе то есть он что сказал он сми говорят он трамп сказал давайте там запретим въезд всем мусульманам то есть он сказал остановим иммиграцию временно пока наши представители ну пока представители государства не смогут выяснить как мы сможем предотвратить дальнейшие трагедии до после сан-бернардино кстати знаете может тоже забавное исследование проводили после этого спрашивая людей поддерживаете ли вы временную остановку иммиграции мусульман сша пока там государство не разберется что происходит да и как мы сможем предоставить дальнейшей трагедии ну понятно что среди республиканцев там поддержка большая среди демократов поддержка значит они делали два варианта вопросов то есть в одном случае не упоминали имя трампа в другом случае не не упоминали имя трампа то есть если имя трампа не упоминается то 45 процентов демократов поддерживают запрет а если имя трампа упоминается то двадцать я вас припоминаю он говорил не об иммиграции он был вообще не пускать люди которые рванули вот там здание в нью-йорке да на самолетах они же не были иммигрантами они были по туристу студенческим визам дело не в иммиграции то есть он как бы вот давайте пока мусульман страну вообще пускать не будем же в целом это опасно а там дальше разберемся но про иммиграцию говорила на потому что то есть мусульман же как бы граждане есть то есть те же допустим военные сша которые возвращаются в страну да они среди них есть мусульмане то есть что их теперь не пускать что ли то есть люди даже такого сказали что трамп сказал не пускать там граждане граждан сша которые возвращаются до из дипломента допустим да где-то ну я думаю так что даже если ему средства массовой информации которые в целом либеральные значительно более либеральные чем общество в целом значит и чем тему там даже лишнего и припишут то он достаточно говорит такого без всяких приписок чтобы руками развести искать ссоре ну но никто никак но никуда ну просто безответственно очень поэтому понятно что придя к власти он совершенно не обязательно так и должен этого следовать но вопрос о том что мы не знаем что он будет делать то есть мы понимаем что то что он сейчас говорит он делать не будет в этом смысле он ничем не отличается от истеблишмента и в этом смысле мы понимаем давно ему придется иметь дело с конгрессом который его не принимает ему придется иметь дело с верховным судом ему придется решать вопросы в рамках некоторой системы в которую которую он не принадлежит и я даже не помню чтобы у нас у нас никогда не было президента который не принадлежал бы к системе но у нас на самом деле крайне редко бывают президенты на уровне конгрессменов вот как сейчас конкурс какой-то который никогда не не был на исполнительной должности в системе исполнительной власти у нас обычно это люди из губернаторов идут из министров там но чтобы вот так поэтому я не знаю ну не суть ладно давайте мы вернемся к вашему каналу меня уже там надо дальше двигаться по санта-крус мы хотим там пару сюжетов снять вот ваш канал вот то что вы снимаете показываете и так далее вы на кого кто ваш зритель вот кого кого бы вы хотели увидеть качестве зрителя мы хотели бы увидеть людей которые мыслят которые не верят на слово всему что даже если это какое-то такое фундаментальное убеждение в обществе особенно если это просто фундаментальное убеждением обществе которая не под которая не подтверждается допустим да там тоже так скажем наука физика еще чем то то они готовы а задавать неудобные вопросы и подвергать сомнению любые устоявшиеся догмы которые у нас существует то есть такой мыслительный такой канал то есть вот такой да люди которые готовы а то здесь то есть мы с вами наверно больше части говорили вот о таком политики политической экономической части всего вот этого вопроса мы же уделяем еще наверно не меньшее количество времени именно личным отношениям в частности то как детство влияет на нас на всю последующую взрослую жизнь у нас есть одна очень важная презентация которая хотел бы здесь упомянуть называется видео называется бомба в голове и там я рассказываю об исследованиях которые начались порядка двадцати лет назад кстати в сан-диего в среди пациентов страховой кайзер перманенты значит и что они сделали они дали опросник из 10 вопросов которых исследуется то какое было детство людей то есть там 10 вопросов касательно неблагоприятного детского опыта то есть там развод родителей насилие со стороны родителей всевозможное физическое сексуальное вербальное и другое вот и потом они изучили какие проблемы со здоровьем с проблемы с отношениями в семье всевозможные негативные исходы которые начать существуют они сравнили их с том с тем как люди ответили на эти вопросы и получили очень сильную корреляцию с дозовой зависимостью между с насилием которое дети испыт пережили в детстве с со всеми буквально а показателями во взрослой жизни то есть средний возраст людей был около по-моему 55 лет если нужно не ошибается 60 лет вот и то есть мы видим что там скажем в три раза увеличивается вероятность что вы станете скажем алкоголиком там это точно цифра сейчас не помню могу ошибаться в пять раз увеличивается вероятность стать курильщиком употреблять наркотики вероятность суициды вероятность склонность к насилию рака там всевозможность заболевать мое впечатление такое из того что вы сказали пока что вот из того что я услышал значит кайзер перманент это определенная такая сеть где который исключительно популярна среди вот латинос там много детей вот это для них очень здорово это все сделано и когда сказали сан-диего но это уже может быть на 70 процентов латинос поэтому я не знаю там если какие-то отдельные данные вам скажем по белым там или по черным или по латинос так чтобы отдельно было но вот если если не разделять то я я бы сказал что-то в основном речь идет о латинос то что это кайзер и то что это сан-диего у тебя бы так первое что мне в голову приходит это в целом а ну то есть это страховая сама по себе не дешевая то есть она так покрывает большей частью бы сказал людей так скажем среднего и выше среднего достатка и это исследование первое вот это вот сервей который не провели она датируется уже больше на стиле до и после этого были еще после этого были еще раз связывали вот эти вот детство связано ведь независимости между тем что происходило в детстве с детьми но и вот эти все хронические так скажем заболевания которой но и плюс какие-то депрессии все прочее те что можно сказать это ментальные так скажем заболевания безусловно и зверь и это известно из психологии что перенесенные в детстве травмы они сказываются сейчас вообще говорят что и как бы при натальный период да то есть как будто внутриутробный период развития плода значит он тоже проявляется впоследствии там и вот самых разных вещах даже до того как плод был выношен вот эти девять месяцев они тоже не просто так проходят поэтому чушь там а еще вам люди скажут что есть еще родовые связи а еще кармические так она так ну да да хорошо ладно значит то есть вы как бы я я попытаюсь сформулировать заинтересованную аудиторию то есть наши ребята то не смотрят значит то есть вы как бы такую информацию собирается для людей которые хотят подумать там что называется почесать репу на этом и как-то так поанализировать да и именно с практической части тоже то есть мы можем обсуждать допустим тоже институт государства да то что он является в несет себе логической противоречия что на мораль в принципе по своей структуре да и никогда в принципе не сможет ничего хорошего построить то есть мы можем эти вещи обсуждать обсуждать логически да выводить аморальность государства а какой морали Мораль чего мы ставим против государства? Какая мораль говорит, что государство аморально? Ну да, здесь нужно немножко отойти, чтобы... То есть слово «мораль» использую без какой-либо отсылки к религии. Использую слово «мораль» в достаточно таком строгом определении. То есть мораль как инициация насилия в данном случае. То есть можно четыре категории поступков отнести к инициации насилия. Убийство, воровство, нападение и изнасилование. То есть государство основано в частности на институте налогообложения, которое происходит под угрозой применения насилия, под угрозой тюрьмы. То есть это недобровольно. То есть этот факт как бы очень хорошо. То есть мы настолько часто слышим с детства, что государство – это важный общественный институт, без которого настанет анархия, хаос и все развалится. Не, ну не надо анархия. Вот вы по дороге едете на автомобиле, но все-таки кто-то же должен был дорогу положить. Асфальт же с неба не упадет. Ну да. Но откуда асфальт? Ну дороги кто построил? То есть частные компании? То есть государство что взяло? Деньги откуда? Оно отобрало у людей деньги, да, в виде налогов, перераспределило их, естественно, заплатило себе, может быть часть пропала посредине на неэффективность, на коррупцию, на все остальное, а часть попала непосредственно людям, которые эти дороги построили. Нет, ну подайте, что более аморально, значит, иметь, дать государству налоги, чтобы дороги были, или там, чтобы здравоохранение, вот такое, какое оно есть, было, чем, например, не дать денег, и тогда дорог точно не будет. Почему вы так считаете? Откуда возьмутся дороги? Ну как, мы там же сказали, что дороги непосредственно строят люди, и люди строили дороги до государства, да, то есть здесь частные дороги, которые строятся прекрасным же образом. То есть если не будет строить государство дороги, будут строить дороги частники, причем они будут строить не так, как чиновники решили, да, то есть в свое время построило было огромное количество дорог, да, вся эта инфраструктура в США, вот. Вот, чтобы сказать, ну, то есть, как бы на первый взгляд кажется хорошо, это такое, знаете, в экономике часто встречающаяся ошибка, мы видим то, что вот видно на виду и говорим, о, как созданы дороги, созданы рабочие места, хорошо, но мы не видим того, что нет. Это как это, феномен разбитого окна, то есть, окно разбили, мы видим, что вот для того, чтобы построить новое, то, чтобы заменить окно, непосредственно люди, которые участвуют в этом процессе, то есть, у них появилась работа и все, да, но то, что куда эти деньги могли бы были быть потрачены, если бы они были не потрачены на то, чтобы подчинить окно, вот этого мы не видим, да. То есть эти деньги могли бы пойти на покупку каких-то товаров, других продуктов, покупку костюма в классическом примере с разбитым окном. Знаете что, все-таки аморально было бы отобрать у человека деньги и присвоить себе. Вот допустим, когда один человек у другого отобрал, то это аморально. Значит, когда один человек создал фонд, не фонд, а государство, оно создает некий фонд. В этот фонд все люди там вносят свои деньги. Причем вносят на достаточно гуманной основе. То есть, допустим, в США половина населения вообще наругов не платит, у них мало денег. Или вообще нет доходов. Там пенсионеры не платят, бедные совсем не платят, наруговые льготы и так далее. Значит, если половина населения, 51% населения, что-то туда вносят в интересах всех 100% населения, то из этих фондов деньги там куда-то тратятся. Значит, безусловно, всякое отторжение, как бы, да? Нет, какое слово получше сказать? Значит, ну, всякие ступени промежуточные, которые существуют между тем, кто дал деньги, и тем, кто их потратил реально, значит, это всегда создают какие-то проблемы. И коррупцию там, и так далее, и злоупотребление, и все равно. Но все-таки, значит, деньги берутся в общественные фонды и тратятся на общественные нужды. Поэтому это совсем не то же самое, что, допустим, я у этого человека забрал деньги и себе в карман положил. То есть аморальным является, например, брать взятки, аморальным является давать взятки, аморальным являются откаты, аморальным является подкуп суда и так далее. Но, допустим, создание общественных фондов, ничего аморального в этом нет. Даже если человек, ему говорят, ты должен туда вносить деньги, потому что ты все равно пользуешься. И даже если ты не пользуешься, вот, допустим, вот мы живем в городе, в Санивелле, и у меня, например, нет ни детей, ни внуков, которые бы ходили в школы города Санивелл. Больше того, мои две внучки, там, они ходят в частные школы. Поэтому, можно сказать, аморально с меня брать ту часть налогов, которая тратится на школы. Но я не вижу в этом аморального, потому что есть дети. Мы все, мы все, кто в городе живем, мы все несем ответственность за то, чтобы в городе был порядок, соответственно, нужна полиция, за то, чтобы были улицы асфальтированные, за то, чтобы они были чистыми, кто-то должен убирать, за то, чтобы мусор вывозился. Хотя у нас-то частная компания делала. Но, в частности, чтобы дети могли ходить в школу. И в основном школы финансируются из городского бюджета. Там почти нет федеральных денег или денег штата у нас. Значит, я считаю справедливо, что я плачу туда деньги, потому что, значит, может быть, у меня конкретно сейчас нет детей, но у меня было время, когда мой ребенок ходил в школу. Даже те люди, у которых, в принципе, нет детей, они все равно живут в этом месте. Если им не нравится жить в этом месте, пусть они едут куда-то, где нет вот этого налога. Есть места в Соединенных Штатах, где нет налога на недвижимость, из которого платится школа. Пусть он туда поедет и там живет. Но если он живет в человеческом общежитии, значит, он принимает правила и законы этого общежития, и сказать, что вообще законы – это аморально, и это насилие. Нет, это некий договор общественный. Когда мы говорим, мы здесь живем, мы договорились, что мы наказываем убийц, у нас есть система судов, у нас есть система тюрем, у нас есть определенные общественные институты, и мы не можем по-другому. Если этого не будет, мы тогда все пострадаем. Вы можете рассказать про разбитое окно, но преступники были всегда. Не то, чтобы нам нужно, мы создали больше преступников, создавая тюрьмы, хотя можно это тоже сказать, они там знакомятся, и потом от этого выходят на свободу и больше преступлений совершают, не знаю. Когда-то этого не было, их отправляли в Австралию. И они там вот жили, в Австралии. Значит, ну да. Я не говорил Михаилу, что он дозал законы аморальные, да? То есть сейчас вот вы рассказали хорошую, допустим, историю, допустим, с теми… То есть вы считаете, что это допустимо силой заставить человека платить за образование других людей? Я не вижу в этом силы. Хоть за что. Вы можете назвать, вы можете сказать, что это сила. Ну, там в случае это принудительно, так? Но… То есть пойдете в тюрьму, да? То есть если вы не будете платить налоги, то есть здесь… В тюрьму… Ну, в тюрьму… В принципе, полном стоит применение силы. Насчет тюрьмы… Ну, вас заставят платить, да. Не обязательно в тюрьму, там, и так далее. Ну, да, вас заставят платить. Вот эскалировать насилие до тех пор, пока как бы вы не подчинитесь, так скажем. Ну, если человек не вносит свою долю в общественные фонды, то это он обкрадывает эти фонды, это он совершает насилие, потому что он отказывается нести свою часть бремени, которую несут все остальные люди вокруг него. Это антисоциальное поведение. Он пытается проехаться за чужой счет. Это то же самое, как если бы, допустим, вот мы видим людей, которые приезжают, там, гейнкарт-лотерею он выиграл, да, квартиру продал, у него с собой там 100 тысяч, вот он приехал, а дальше деньги не показывает, идет на велфер. Ему плачет этот велфер. Вот это то, что у него есть деньги, но он говорит, а что я бы, я лучше за чужой счет прокачусь. И вот это то же самое. У него есть деньги, он зарабатывает, у него есть деньги. Но он говорит, а чего мне, это пусть там они, там, вот, дурачки пусть платят. А я умный, я насилие не люблю. Но он совершает этим насилие, он, как вы сказали, что воровство – это форма насилия, значит, вот это насилие он и совершает. Хорошо. Вот в этой ситуации система, в которую вы говорите, что люди обязаны вносить платежи. То есть это система не добровольная, система, в которую, ну, допустим, ладно, мы не являемся гражданами, но если взять так граждан людей, то есть они родились в эту систему, правильно? То есть они, вот этот общественный договор никто не подписывал, да, естественно, никто добровольно не заключал, если бы кому-то предложить. Хотели бы вы вступить в общество, где мы с вас будем собирать половину вашего дохода, да, ну, если все там налоги вместе сложить, мы будем их тратить так, как мы считаем нужно, мы будем предоставлять вам услуги, которые мы считаем вам нужны, того качества, которые мы считаем, что вам нужны. У вас нет никакой возможности влиять на это, ну, да, как-то через голосование очень опосредованно, но вы не можете решать, на что мы будем тратить, как мы будем эти тратить. Мы можем начинать войны, мы можем вас послать, в общем, умирать и убивать. Мы можем выпускать валюту, в общем, разбавляя денежную массу, воруя вас, мы можем в любой момент поднять эту сумму и начинать с вас собирать денег больше, чем мы собираем сейчас. А вы ничего с этим сделать не можете. То есть ни один нормальный человек как бы вот сам добровольно бы в такую систему не вступил, то есть мы уже в ней, да, то есть поэтому мы вынуждены. Поэтому нужно сказать, что эта система не добровольна, и эта система не та, которую мы вот все вместе собрались и решили, да, вот если я сам добровольно сказал, я хочу участвовать в этой системе, я обязуюсь платить, тогда, пожалуйста, конечно. То есть тогда, если человек после того, как он сам согласился платить, отказывается платить, вот скажем, в какой-то, да, в общественный коллектив, то он нарушает. Если же его изначально принуждают к этому, то это уже не будет с его стороны нарушать. Он абсолютно свободен, так, пойти в такое место, где он может жить вот по тем принципам, по которым вы, значит, рассуждаете. И просто нет такого места. Нет такого места, где он мог бы жить и за чужой счет паразитировать. А почему за чужой счет? Потому что кто-то платил за дороги, кто-то платил за то, чтобы армия была, полиция была, учителям зарплату, врачам зарплату, которые лечат бедных за бесплатно и так далее. Значит, и кто-то, значит, здания там, в которых живут люди, которые в субсидированном жилье жильют и так далее. Поэтому он может не согласиться с этим. Он, значит, он совершает некоторый акт обворовывания той комьюнити, того общества, в котором он живет. Если ему где-то есть возможность у него, да, куда-то поехать, где он может жить так, как он хочет, его же никто не заставляет. Но единственное, почему он не возражает, потому что нет альтернативы никакой. Мы же не живем в дикой степи, где вот ты живи как хочешь и все. Мы живем в цивилизованном месте. И в нем, слава богу, есть и дороги, и водопровод, и канализация. А было время, не было ни дорог, ни водопровода, ни канализации. Ни врача, ни школы публичной и так далее. Поэтому это потихонечку пришло вот к этому состоянию. И оно может быть... Там есть много таких несимпатичных осложнений, как это произошло. Например, вот допустим, не было подоходного налога, да? А когда началась Первая мировая война в 2014 году, ввели налог. Говорят, ну это на время войны, там, полтора процента. Но дальше, получается, законы действия бюрократии. То есть бюрократия никогда не снизит налог. Бюрократия всегда ходит, куда потратит, потом уже начинает не хватать, они еще больше потратят и так далее. Это другой вопрос. Но время идет, и общество с этим соглашается. Потому что есть одна партия, которая говорит, надо увеличить налоги. А есть другая партия, которая говорит, надо их сократить. И общество всегда есть возможность проголосовать за тех и за этих. Общество. Не лично у вас. Потому что, если у нас есть страна, и у меня 330 миллионов населения, то мы не можем в одиночку, мы должны общественными какими-то механизмами пользоваться. Поэтому, если в стране такое настроение, что мы хотим вот это, значит оно будет. Если мы хотим вот это, оно тоже будет. Но если вы лично не согласны, для этого есть полиция, тюрьмы, суды и там все остальное. И есть открытая граница, вы можете поехать в Россию, например. Там тоже самое. Ах, ты как понимаешь, нехорошо получается. И там тоже самое. И получается, что выгоднее платить тут, чтобы не оказаться, не дай бог, в Ираке, в Сирии, в Азамбике, в России, там еще где-то. Поэтому, это выбор человека. Он не подписывал договор, но он родился, и у него есть привилегия. Быть гражданином этой страны, это привилегия его. От рождения ему данная. Он может от него отказаться в любой момент. Он может уехать куда угодно. Поэтому, я не вижу в этом какой-то такой несправедливости. То есть, еще раз. У него есть выбор. Если у него есть тот выбор, о котором вы говорите, но у него нет. Нет выбора-то. У нас нет выбора не платить налоги, скажем. Нет, нет выбора уехать куда-то, где можно жить вот той жизнью, о которой вы говорите. Где ты будешь решать, куда пошли твои деньги. Нет такого места на земле. Поэтому, реальный выбор и реальная свобода состоит в том, что из всех мест, не идеальных, он выбирает такое, которое более подходящее ему для жизни. И есть масса американцев, которые куда-то уезжают. Кто в Канаду, кто во Францию, а кто в Россию. Есть такие тоже есть. В Мексику люди выезжают и так далее. И есть миллионы и миллионы людей, которые рвутся в Америку, чтобы заплатить эти налоги. Заплатить, потому что они знают, за что платят. Вот и все. Хорошо. Михаил, вот здесь я хотел указать на один такой принцип, который вы сказали. Давайте посмотрим, можно ли его универсально применить. Вы сказали, что, скажем, вы пользуетесь дорогами, какой-то инфраструктурой, армией, которая существует. И поэтому вы обязаны платить. То есть государство предоставляет эти услуги, не спрашивая, нужны ли они мне. Оно говорит, вот они есть, и поэтому ты должен платить. То есть оно не предоставляет возможности. Подождите, секундочку, я закончу. То есть, скажем, я могу перед вами построить дорогу, которую вы не можете обойти никак. То есть вы должны по ней проехать и сказать, я вам предоставил услугу, и сейчас, с этого момента, вы будете платить мне вот такую вот сумму. Это будет ракетом, правильно? То есть я не могу прийти и потребовать дань. Все не так. Значит, мы живем в обществе. Для того, чтобы потратить дорогу, избранные свободным, честным голосованием, абсолютно свободным и абсолютно честным голосованием представители населения, значит, принимают решение о строительстве дороги, о выделении бюджета и так далее. Я не могу сказать, что это сделан не я, что это кто-то мне дал эту дорогу, а я к этой власти и к этой системе отношения не имею. Я часть этой системы. Я живу в такой стране, слава богу, где не эта власть меня имеет, не спрашивая меня, а я живу в такой стране, где мы выбираем эту власть вместе, не я лично. Потому что если бы я лично эту власть выбирал и назначал, то это было бы террором и насилием по отношению к другим людям, которые здесь живут. Но нас тут много. Поэтому, чтобы никто из нас не занимался насилием по отношению к другим, мы вместе собираемся и выбираем. Нам может не нравится то, что мы выбрали, но я уважаю выбор других членов этого общества, потому что я не один в этом, у нас много. И вот я уважаю выбор. Я говорю, ну хорошо, значит, если мы так выбрали, значит, вот это наши представители, вот они так проголосовали. Они не заставили меня платить за дорогу, которая мне не нужна, а они в общественном интересе построили эту дорогу. Значит, если бы эта дорога была никому не нужна, и представители населения, которые избраны в этот орган, они бы сказали, нам нужна не эта дорога, а другая дорога. Не четыре полосы, допустим, а три или шесть. И не из этого места в то, а из этого в это. Понимаете, поэтому меня никто не заставил. Это власть, это власть наша, вот тут, в этой стране, это наша власть. Со всеми издержками процесса представительской демократии, а не прямой там, и так далее, и так далее. Но, тем не менее, это принято всеми. Вот люди, которые здесь живут, они все это приняли. Те, кто это не приняли... Люди не приняли, у них нет возможности отказаться, правильно? Давайте я вам приведу еще пример. У них есть возможность уехать в другое место, где другая система. Они могут уехать в Северную Корею, на Кубу. Хорошо, но это не значит, что отказаться, правильно? Платить? Потому что, да, то есть им никто не сделал... Изначально, то есть вот мы рождаемся, да, вот скажем, в вашем примере. Могут, то есть вы говорите, что вот мы живем все вместе, да, вот наше сообщество, и наше сообщество коллективно принимает решение, что нам нужно построить эту дорогу. И оно может принудить вас участвовать в этом. То есть у вас нет возможности сказать нет. То есть либо вы соглашаетесь с этим, либо уезжаете. То есть тогда получается, если мы этот принцип применяем универсально ко всем, да, то есть если это принцип, по которому устроено наше общество, он должен быть применим ко всем ситуациям. То есть получается, что, скажем, ваши соседи, которые живут в вашем районе, все могут прийти и сказать, значит, мы сейчас решили построить, скажем, дорогу вот здесь, которая придет перед вашим домом. Вы можете голосовать за нее, вы можете голосовать против, вы можете, в общем, даже отказаться голосовать, но если мы сейчас проголосуем большинством построить дорогу прямо перед вами и заставить вас платить за эту дорогу вот такую-то сумму. Вот в этом случае вы скажете, ну, в общем, я принимаю участие в этом, поскольку, ну, вот так сообщество решило. Я уважаю систему, в которой я живу. Вы бы согласились с таким принципом? Подождите, я уважаю систему, она же не заставляет меня платить за дорогу. Я плачу некие налоги, которые идут на очень много разных целей, в частности, вот с дороги. То, что вы говорите про дорогу перед, под моим окном, я это вижу постоянно происходит. Вот стоит жилье какое-то, вдруг, бах, через него хайвей прорезают, значит, отымают собственность у людей, дают им какую-то компенсацию, ставят какую-то стенку типа, типа звукопоглощающую, но все равно слышно, а плюс еще и пыльно и так далее, и так далее. И есть некоторый элемент насилия в этом, безусловно. И люди обращаются в суды, там есть некий механизм, да, как человек, частное лицо, или, скажем, группа людей еще лучше, да, как они могут это оспорить. Но, значит, у власти есть некоторые полномочия в этом плане. То есть власть имеет полномочия, скажем, вот нарушить интерес каких-то людей в целях общественного интереса. При том, что власть обязана компенсировать этим людям за причиненные им неудобства, значит, сумма определяется, тоже есть механизм для определения суммы. И вы можете сказать, я считаю, что моя собственность стоит дороже, вот если бы я ее так, это отдельный разговор, это всегда присутствует. То есть всякая власть, всякое государство, всякое государство, это насилие. Но есть насилие с целью обогащения, там, группы олигархов, а есть насилие в интересах общества, в том формате, как это формулируется в этом обществе. Оно может формулироваться феодально, капиталистически, дико капиталистически, убого социалистически, феодально социалистически, как в СССР. А может формулироваться, допустим, развито-капиталистически, как здесь. Всякое государство — это насилие. Ну, это правда. Ну, конечно. Но это лучшее из того, что может быть, к сожалению. Почему вы это считаете? Потому что нужны дороги. Потому что есть люди, которые избранные... Я утверждаю, что дороги будут построены частниками лучше. И у нас есть все примеры, это подтверждающие. Да при чем тут лучше? Дороги и так строятся частниками. Это бюджет государственный. Но вот если мы строим дорогу, допустим, из Лос-Анджелеса, я не знаю, в Сан-Франциско, если вы обойдете этот квартал, значит, это будет стоить сколько-то, сколько-то. Принимается решение резать по кварталу, заплатить компенсацию, допустим, 200 владельцам и так далее. Значит, есть люди, которые принимают это решение. Вы говорите, а что, если лично я с этим не согласен? Значит, вы лично не согласны и говорите себе, я уеду в другую страну. Потому что мне не нравятся принципы, на которых строится это. Или вы говорите, я уважаю принципы, на которых строится это. И хотя мне это не нравится, конечно, ну, ну, хрен с ним, значит, ну, так оно мне не нравится. Зато мне нравятся все остальные вещи или многие из тех вещей, да, которые заставляют меня не уехать куда-то, а все-таки продолжать здесь жить, хотя лично мне вот это не нравится. Каждый раз, когда избирали Обаму, были люди, которые от возмущения уехали в Канаду. Когда избирали Буша, были люди, которые от возмущения уехали в Канаду. Или во Францию, или там еще чего-то. Слушай, ну, они же не уехали от возмущения в Мозамбик, правильно? Они уехали в такую страну, понимаешь? Вот, и они всегда могут вернуться, гражданство их никто не лишал. Это их личный выбор. Поэтому вы пытаетесь сказать, что человек, который понимает, что он живет в обществе, да, и он несет на себе, так сказать, тяготы жизни в обществе, что этот человек, он ущемлен, какое-то насилие по отношению к нему произведено, и так далее, и так далее, и так далее, да нет. Он родился в этом. Если бы мы с вами родились в обществе, живущем по законам шариата, мы бы считали, что это самое лучшее законодательство, которое есть, и лучше быть не может. И мы бы в нем, как рыбки в воде плавали, и абсолютно никаких неудобств мы бы не испытывали. Это мы смотрим вот отсюда сейчас, на шариат. Да, что же вы не согласитесь? Вот люди, которые там живут, они абсолютно... Любой человек, которому отрезают голову, или который забивают камнями, он не скажет, что это замечательно, я полностью согласен с этим, и я... Пожалуйста, забейте меня камнями. Ну подождите, подождите. Вы живете там, так? Вот вы живете, вас еще не забили. И вы живете, и вы знаете, что вот за это забивают камнями, а вот за это отрезают голову, а за это вот это, а вот за это вот это. Вы знаете систему. И вы ходите там в мечеть, вы там пять раз в день делаете там, что там положено делать, там на коврик становитесь, там молитесь и так далее. Вы выросли в этом, это для вас родное. Вот как для советского человека, Советский Союз был родное, вот так для них это родное. Им другого не надо. То, что кто-то выпал из системы, есть люди, выпавают из системы, ему отрезали голову, потому что он кого-то изнасиловал. Но он знал, что нельзя насиловать. Ему отрубили руку, потому что он украл, но он знал, что нельзя воровать. Но вы говорите сейчас про насилие, то есть я говорю, то есть людям отрезают. То есть вы не можете сказать, что вы атеист, к примеру, да. Вы не можете там сказать, что вы гей, к примеру, да. Вы не можете там сказать что-то против ислама, не дай бог. То есть я не говорю, что когда там вы украли что-то, да, но отрубать руку за воровство, это тоже отдельная тема. Я говорю вещи такие, как вы не согласны. То есть к вам применят насилие просто за то, что вы не согласны. Еще раз, люди, которые там живут, подавляющее большинство этих людей, я не говорю про единицы, про диссидентов, я говорю про население. Население одобряет согласно и население радостно скачет, когда отробят руку вору, когда отрежут голову насильнику или кому-то, или несогласному, или который из ислама ушел в христианство и так далее. Общество это принимает и поддерживает. Смотрите, женщину изнасиловали, допустим, чтобы это изнасилование призналось, должно быть пять свидетелей или четыре свидетелей мужчин. При этом она все равно считается, что она совершила страшный грех, то, что ее изнасиловали. И ее за это могут забить камнями, за то, что ее изнасиловали. Я человек из западной культуры, из западной системы, и я, допустим, считаю, что это нехорошо. Но это их жизнь, это их законы, это их дела, и я не интересуюсь. А есть места, где скушать могут человека. Понимаете, это их жизнь, это их законы, и я тоже не вмешиваюсь. Значит, мы сейчас о другом говорим. Человек где-то родился, но он может из этой страны, вот ему не нравится. Вот он гей, родился, я не знаю, в Саудовской Аравии, он может уехать. Он может приехать в Соединенные Штаты, получить политическую убежище к гею и жить тут. Понимаете, это его выбор. Это его выбор. Значит, вот мы живем... Ну, ничего страшного. Он может предпринимать какие-то действия. Он может сейчас пойти в Германию. Вот они, да, сейчас как-то, потому что там миллионами в Европу подались. В Европу точно может. Поэтому вопрос в чем? Он там родился. Его не спрашивали, чтобы он подписывал закон. Потому что если спрашивать каждого подписывать закон, тогда придется гораздо большее количество людей голову отрезать. Или лишать гражданства и депортировать в более мягком варианте. Потому что нет и нет. Товарищ, пожалуйста, кто же против? Но если вы дадите им этот выбор, но не в момент рождения, а, допустим, при достижении совершеннолетия, 21 год, например, или там 18 лет. Я вас уверяю, что 99.99 подпишут без колебаний, потому что у них нет другой альтернативы. Потому что подписать – это гораздо лучший выбор, чем, например, не подписать, а поехать искать приключения на собственную задницу и так далее. А потом вернуться и все равно подписать, потому что они поймут, что это было не так плохо все. Нет, почему обязательно уезжать? То есть те примеры, о которых я говорил, не про именный домейн, а вы говорили, что у вас берут дорогу. Я говорил, что вот кто-то вам предоставляет услугу, допустим, какой-то, скажем, дилершип вам присылает машину, вне зависимости, хотите вы или не хотите, а потом по факту уже выставляет вам счет. Вы подтасовываете. Значит, государство не пришлет ничего. Оно предоставляет услуги, которые, вне зависимости, нужны нам или нет? Нет, не так. Лично я не решаю, нужна мне услуга или нет. Лично я отдаю деньги в общественный фонд, которым управляют общественно избранные представители. Государство не оказывает мне услугу, за которую я должен платить. Государство в интересах общества, решением избранных членов этого общества, принимает решение создать нечто в общественном, в интересах общества. И я, соответственно, из своего кармана плачу вот в этот фонд. Я не плачу за дорогу, за мост, за крышу или за деревья в парке. Вот я в этот фонд вношу и все. Нормально. То есть я говорю, что, во-первых, это неэффективно. Но это как бы вторая часть. Это аморально, поскольку это насилие, но это неэффективно. Это не аморально. Абсолютно не аморально. Я не знаю, какой аморали. Никакого аморальности никакой в этом нет. Нет такой морали, по которой взимание денег в общественные фонды было бы аморальным. Аморальным является не платить деньги в общественные фонды. С принуждением силы, это морально. Давайте пока хорошо оставим этот момент. У нас, кстати, очень много обсуждений на эту тему. Если ваши слушатели заинтересовались этим, то они могут присоединиться к нам в дискуссии. Я думаю, вы сказали, что вам нужно уже уходить скоро, я не хотел бы совсем надолго вас затягивать. Я хотел бы сказать, что если моральную часть это оставить, то это будет всегда неэффективно. В частности, по этой же самой причине, почему капитализм всегда эффективнее социализма, поскольку нельзя с помощью центрального распределения, без особенного механизма цены, спроса предложения, эффективно распределить ресурсы. Почему, скажем, к социализму, да, коммунизм не может работать в теории. И то есть вот сам институт государства, он сам по себе является социалистическим в сущности. Это центрально-плановое распределение. То есть если в Советском Союзе оно было в масштабах всей страны, поэтому оно загнулось, то здесь оно как бы вот в масштабах только куда-куда вмешивается. Есть еще различие существенное в степени развития общества. Значит, если общество феодальное, а СССР был феодальной страной, точнее там были первые такие зачатки капитализма, но коммунисты, когда пришли, большевики, они капиталистический элемент уничтожили и вернулись к феодальному, общинному, вот к этому, к рабскому труду, вот это в колхозах, там на фабриках и так далее. Это социализм. Это феодальный социализм. Еще раз, это феодальный социализм. Чем отличается феодальный социализм от нефеодального социализма? Нефеодальный социализм. Капиталистический социализм, например, вы имеете в Швеции, в Канаде, в Великобритании, в значительной степени в Соединенных Штатах. Это, значит, социализм, который вырос из капитализма. Социализм не может вырасти из феодального общества. Капитализм и социализм это две противоположные части спектра. Социализм неизбежно вырастает из того, что капиталистическое общество создает колоссальные ресурсы, которые можно оптимизировать, перераспределить, направить на разные нужды, типа всеобщее образование, здравоохранение и так далее. Значит, феодальный строй не в состоянии создать материальных благ достаточно, чтобы было чего перераспределять. Поэтому возникает диктатура, тоталитаризм, лагеря, уничтожение несогласных и так далее. Так вот, значит, существенным было то, что Россия была не социалистической, а тем, что она была феодальной. И социалистический компонент, построенный на феодальном обществе, это то, что мы имеем. Это Северная Корея. Понимаете, в капиталистическом обществе социализм имеет совершенно другой вид. Вот вам Швеция, вот вам Германия, вот вам Великобритания, ну, грубо говоря, практически вся Западная Европа и так далее. Вот эта, значит, ступень развития общества, общество развитое, не может опуститься в общество феодальное. Понимаете, капиталистическое развитие общества не живет по законам феодального, где нужен пахан, который за всех решает, где принуждение является основой, где нет избирательности во власти, где власть сама берет народ и заставляет что-то делать в своем интересе. Это всегда будет в социализме, да? То есть капитализм и социализм, это две противоположные части спектра. То есть чем больше социализма, тем будет больше принуждения. То, что вы говорите, это феодальный социализм, это просто сам социализм и есть. То есть чем больше социализма, тем больше там будет принуждения, поскольку невозможно иметь чистый социализм без капитализма вообще. То есть это будет, значит, кто будет дышаться из центра, правда? Социализм это обобществление части ресурсов общества в интересах всего общества. 100% социализм как будет выглядеть? Если ресурсов нет, если обобществлять нечего, если общество феодально по своим отношениям ем, то там социализм быть не может. То, что в Советском Союзе называли социализмом, было издевательством над социализмом. Это издевательство, это обман. Никакого социализма там никогда не было. Как вы имеете социализм? Я определяю социализм так же, как его определяли классики. Я читал всех классиков. Значит, социализм вырастает, это естественный рост. Вот так же, как, например, капитализм вырастает из феодализма, возникают технологии, улучшаются орудия труда, возникает избыточный продукт. И когда возникает избыточный продукт, нам нужны другие отношения в обществе для его присвоения и распределения. Поэтому общество феодальное заменяется обществом капиталистическим. Там, где есть прозрачность, выборность, защищена частная собственность и так далее. Когда капиталистическое общество из дикой фазы переходит в такую более развитую и становится еще более прогрессивным, еще более продуктивным и так далее. Тогда мы можем сказать, давай-ка мы, знаешь что, давай-ка пусть у нас будет 8-часовой рабочий день. Понимаете? Это уже элемент социалистический. Но вы можете... Принудительный 8-часовой? Ну, не 12-ти, не 12-ти же. Мы запрещаем... Я имею в виду то, что, знаете, то, что это как бы вот, это диктуется сверху. То есть, если преподаватель это нарушит, он будет преподаваться штрафом. Вы как частный человек можете пойти и копать огород, если хотите. Значит, если наниматель вас нанимает на большее количество времени, он должен вам заплатить больше, там, определенная ставка есть. Это вопрос согласия. Он обязан, опять же. Он обязан. Под угрозой штрафа. Конечно, конечно, конечно. Есть законы, что же. Нифига людей грабить. Значит, не положено. Уже общество развитое, оно не позволяет ему грабить человека. А это разве грабеж? Я вам, извините, перебил. Грабеж? Ну, конечно, если он заставляет его работать, например... Как может работодатель заставить работника, если мы говорим вот о обществе, где нефеодальное? Силу не может заставить, правильно? У нас есть общество. И мы, как общество, говорим, мы достаточно зажиточное общество, чтобы у нас человек за 8 часов работы создавал достаточность для своей собственной жизни и так далее. Если он, значит, мы говорим, есть работодатель. Работодатель с удовольствием нанял бы его на то, чтобы работать сверхурочные по обычной ставке. Но мы говорим, ты будешь платить полуторанную ставку. И у работодателя теперь есть выбор. У него есть выбор. Он может создать больше рабочих мест и платить обычную ставку, но просто большему количеству людей. Скажем, в вашей школе вы могли бы, если завтра исчезло бы это законодательство, заставить людей работать по 12-16 часов и платить им столько же или еще меньше? Я могу, если у меня такое есть желание, я могу, наверное, попытаться найти людей, которые бы это делали. Но дело сейчас не в этом. Дело в том, что ничего не произойдет, найдутся какие-то люди, может быть, качество упадет, может быть, что-то. Это не так важно сейчас. О, О, Михаилович, вы правильно говорите. Мы говорим о социализме. Так вот, социализм вырастает из капитализма. Из большого, из укропнения производства. Когда на одном предприятии начинают работать тысячи людей. Пойти не когда два крестьянина там вилами что-то бросают, а когда создаются громадные фабрики. И вот тогда, значит, вот из этого начинается развитие. И что я называю социализмом? Вот то, что все называют социализмом. Мне не надо переопределять социализм. То есть социализм это высшая стадия развитого капитализма, когда у нас есть много чего для общественных фондов на образование, на то, чтобы люди работали не больше 8 часов. Мы начинаем защищать человека, мы начинаем дорожить человеком. В диком капитализме у нас человека не проблема, они там крестьяне бросают свое крестьянство, разоряются, приходят, мы их по 12 часов можем гонять, нам не страшно. А сейчас мы начинаем беспокоиться о них, мы им медицинское страхование даем. Нет закона, который заставляет это делать. Но мы должны заботиться, мы должны учить детей, мы должны учить детей. Потому что если мы не будем сегодня учить детей, у нас не будет достаточно рабочей силы квалифицированной и так далее. Общество становится развитым. Но только вы видите, образование ухудшается. Чем больше у нас остается социализма, скажем, в Америке, ухудшается образование. С каждым десятилетиям уровень образования падает. Если посмотреть на те же самые президентские дебаты, какого уровня классов использовали они в своих речах до и после. Ну то есть если посмотреть статистику по образованию, по медицине, по всем сферам, где мы видим так называемый социализм, качество падает, цена растет. То есть это следствие в общем везде, где... Следствие социализма везде, где государство пытается... Нет, что государство это государство, социализм это социализм. Государство есть и феодальное государство, есть и социалистическое, как там в СССР, феодально-социалистическое государство никогда не эффективно. Но ведь что сейчас происходит? Сейчас происходит технологический прорыв. Сегодня людей, которые имеют хорошее образование, нужно в 50 раз меньше, чем допустим 50 лет назад, для того чтобы создавать тот же самый продукт они не нужны благодаря капитализму капитализма благодаря развитию технологий ну капитализм это не молоток или это всегда было и феодально мощности технологии развивались и в капиталистическом там происходит происходит разрыв людям не нужно уже сильно соображать в таких количествах как нужно как это нужно было раньше сегодня людей которые хорошо соображает нужно вот столько там допустим пять процентов в обществе а раньше нужно было 25 процентов в обществе потому что сложнее было создавать продукт а сейчас вот эти пять процентов они так глубоко и так эффективно что-то делают что им нужно действительно уникальное образование элитарное фактически образование всем остальным вопрос не нужно ты можешь получать свои 10 долларов в час без всякого образования на пошел там на пиццу там сляпал или там что-то в магазине постоял там у прилавка вот те твои 10 12 долларов и ты живешь это происходит неизбежно но минимальный размер скажем уплаты труда который вы назвали да то есть он со временем падает если перевести на деньги которые были раньше когда не было принудительного минимального размера труда он сам автоматически в результате спроса предложения на рынке был выше то есть люди раньше платили больше день принудительность вот вы так сильно на принудительность набираете я не вижу нигде там принудительности мы все имеем мы все имеем выбор никто никого ни к чему не принуждает вот и выходишь куда-то смотришь вокруг и говорю о вот я это беру в этом нет принуждения вы у вас получается так если там нет чего-то такого на выбор чего вы хотите то это значит придут вас вынудили взять из того что есть меня не смотрите работодатель мог раньше заплатить столько сколько хочет и в результате этого люди получали денег больше вот на самых минимальных оплачиваемых профессиях чем сейчас когда государство говорит работодателю ты обязан заплатить скажем 8 75 а иначе ты подвергнешься штрафам тюрьме и всем последствиям сейчас люди получают в результате меньше то есть мы получаем начальство не уменьшение значит если государство законодательно повышает минимальную оплату труда это ведет автоматически к перерасчету соответственно допустим у нас было там 8 долларов стало 10 значит те люди которые получали 9 начинают получать 11 те кто получал там 10 начинают получать 12 и все это так вот вырастает соответственно все соответственно все это приходится в стоимость товаров она не совсем так дорожает линейно она перераспределяется то есть люди которые получают много денег так им все становится дороже немножко этим людям доплату никто не повысит если я получаю 30 долларов в час а минималку поднялись 8 до 10 мне никто ничего не поднимет и мне придется дороже платить за все вот я со своих 30 долларов сейчас буду теперь за все платить немножко дороже на те люди которые получали восемь стали получать 10 конечно часть чего-то такого что они потребляют тоже станет дороже но если я с 30 долларами допустим из 50 долларов в час абсолютно все это беру на себя то они частично им стоит дороже но им же и компенсировали то есть им частично компенсирует рост вот этого всего поэтому они конечно они безусловно выигрывают вот а те кто больше получают они проигрывают то есть поднять минимальную зарплату труда означает переложить немножко стоимость жизни в обществе на тех кто получает больше и дать некоторые послабления тем кто получает меньше это все равно выгодно это вот знаете как например человек стал пугаником и тем кто мало получает вот если он допустим получал мало стал получать много и у него налоговая шкала выросла и он ведь вот я теперь больше налогов плачу правда но все равно у тебя остается больше вот это то же самое то есть безусловно повышение минималки ведет к повышению всяких цен там и так далее но все равно это вот тому кому подняли с минималки ему у него больше останется посмотрите по факту на самом деле им это невыгодно да то есть если мы посмотрим на время когда минимального размера оплаты труда не было то люди получали за эти профессии больше чем они получают сейчас перерасчете на денег то есть если бы минимальный размер оплаты труда не вводился то вот эти люди которые сейчас требуют повышения они бы в итоге получали выжили выжили тогда в другом мире мужчина работал один женщина с пятью там детьми находилась дома и зарплаты мужчины хватало на то чтобы задержать женщину и пять детей и это не связано вообще никак с минимальной оплаты труда это просто был просто другой мир совершенно другой мир там не было может быть минимальной оплаты труда но никакой корреляции нет это просто был абсолютно другой мир в котором все все шло по другим законам и я вам скажу что например например там очень много было отличий кроме кроме минималки было очень много других отличий и женщины пошли работать на самом деле не так давно это случилось при президенте рейгане когда пошла инфляция большая а зарплаты не росли обычно с инфляцией сразу рост зарплаты а здесь так получилось что инфляция есть деньги обесцениваются зарплату не растет и мужчина перестал быть в состоянии это делать содержать семью и женщин пошли работать это никак не вообще не связано с минималкой это было связано вот с какой-то формой той инфляции или с этой там и так далее но ну хорошо давайте мы отправимся снимать наше видео моя задача была вас показать нашему искать зрителю вот если они захотят на эти темы там они они знают куда им деться вот и если кто-то чувствует что по отношению к нему постоянно насилия со всех сторон вот значит он знает где его защитят да ну хорошо ладно ребята давайте я побегу вам спасибо и тогда до встречи в эфире спасибо большое было очень приятно пообщаться это непростые темы я надеюсь может быть мы еще как-нибудь с вами поговорим тем бесконечно много особенно эмоционально заряженных хорошо спасибо спасибо за разговор счастливо я лишний раз понял что не зря живу в этой стране как бы мне лишний раз как-то я подумал да черт возьми хорошо что я тут я с вами в этом абсолютно полностью общественные фонды вкладываю чем чем где-то там ладно счастливо хорошего дня у